Необоснованное упрощение Эйнштейн говорил, что все должно быть как можно проще, но не проще того. Ошибку необоснованного упрощения или редукционизма допускают, когда какое-либо понятие отождествляется лишь с одним или несколькими его признаками. В принципе, его можно рассматривать как частный случай огульного обобщения, но в данном случае речь идет именно о признаках определяющих понятия, а не об объектах, входящих в объем этого понятия. Причем признаки, до совокупности которых могут редукцироваться данное понятие, могут быть реальными и вымышленными, злонамеренно или умышленно ему приписываниями. Необоснованное упрощение – это излюбленный прием специалистов по рекламе, которые навязывают нам образы того, что дружба – это возможность вместе выпить определенный сорт пива. Радость – это ощущение чистоты белья, выстиранного определенным порошком. Счастье – наличие улыбки, сверкающей от определенного бренда зубной пасты. Характерным признаком редукционизма могут сложить фразы типа «всего лишь», не более чем, ну, либо же возможность ставить их по смыслу. Так царь Саул заявляет молодому Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще всего лишь, или не более чем, можем здесь ставить, юноша, а он воин от юности своей. Первая книга царств, 17 глава, 33 стих. Редукционизм лежит в основе любого атеистического подхода. Будь то материализм, сайентизм, марксизм, фрейдизм и тому подобное. Так, однажды на международном симпозиуме, после доклада о программном коде, заложенном в молекулу ДНК, как о свидетельстве разумного замысла в живой природе, профессор атеист воскликнул. Ну и что с того? Это же по-прежнему всего лишь молекула органической кислоты. Подобным образом и про томик стихов можно заявить. Ну и с чего вы взяли, что у этих строк есть автор? Это же всего лишь целлюлоза с отпечатками пигмента. С тем же успехом человеческую личность можно считать не более, чем прямоходящей обезьяной или, менее того, совокупностью химических соединений. Карл Саган, один из наиболее ярких, глашатых атеизмов в 20 веке, так и писал. Я состав из воды, кальция и органических молекул под названием Карл Саган. Вы состав практически из тех же молекул, но с другим совокупным названием. Неужели это все? Разве в нас нет ничего, кроме молекул? Некоторые считают такую идею унизительной для человеческого достоинства. Что же до меня? Я считаю возвышенным, что наша Вселенная допускает эволюцию столь замысловатых и искусных молекулярных машин, как мы. Интересно, а как я мог бы узнать, что я всего лишь молекулярная машина, если я всего лишь молекулярная машина? Если люди не более чем высокоразвитая форма материи, возникшей из ничего в результате большого взрыва, то по большому счету они суть всего лишь высокоразвитая ничто. Ярким примером редукционизма является понятие искусственный интеллект. С легкой подачи от сооснователя современной вычислительной техники Алана Тюринга, писатели-фантасты и фантазеры всех мастей активно обсуждают вопрос, могут ли компьютеры превзойти мыслительные способности человека. При этом под мышлением понимаются исключительно вычислительные способности, а человеческое мышление уподобляется деятельности компьютера. Но еще создатель одной из первых счетных машин Блес Паскаль в 17 веке указывал на отличие вычислительных способностей от сознания, включающего представление о цели, ценности, красоте, справедливости, милосердии, сострадании, радости, любви. И хотя до определенной степени подобие этих атрибутов может быть имитировано программно, такая задача сама по себе неизбежно требует наличия программиста, не являющего частью самой программы и способного к целеполаганию и волеизъявления.